Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как представить себя корить за то, что я на эмоциях отправил большой СНС бывшему? Я переживаю, что оттолкнуло его от себя еще больше, хотя другая моя сторона личности говорит и пофигу. Пусть думает, что я хоть сумасшедший, повернутый на голову, я сделала, что хотела. С другой стороны, моя личность и корить себя за то, что написала человеку и, возможно, я оскорбила его. Ведь я вся такая жертва, а он получается плохой и, получается, я прикаталась к человеку. Есть некое чувство стыда, почему возникают такие состояния и что происходит со мной, от чего у меня возникают такие чувства. Я скучала по этому мужчине, я думаю о нем и, я вспоминая его, я написала об этом, о своих чувствах человеку, почему я корю себя за это. Интересно узнать мнение о том, как и у вас возникают эмоции, когда вам, бывшая женщина, в которой вы расстались, пишет огромное элегантское СНС о своих чувствах и переживаниях. И еще вопрос. Как перестать жить в фантазиях и вернуться в реальную жизнь? Я создала себе фантазийный мир и ушла в него с головой еще в детстве. Это был мой способ защитить от этого мира. Я нашла в тяжелом детстве, я ушла в мир фантазий, не могу вернуться в реальность. Время в них убегал. Это... Смотрите, смотрите. Ну, первое, что бросается в голову, это то, что если мужчина бывший, вот, то слабо и слабо я представляю, как вы можете его обполгнуть от себя еще больше. То есть здесь про какую-то надежду, получается, у вас, ну, вы говорите про какую-то надежду, вот, ну, надежду на вот то, что отношения, не знаю, восстановятся, да, может быть, что-то типа того. Ну, вот, только как они могут восстановиться, если вы восстали, да, и, ну, как бы, мужчина, например, ничего не делает для того, чтобы с вами быть вместе. Вот. То есть, основа, ключ к тому, что вы написали, скорее всего, является вашей надеждой на возобновление отношений. И то, для чего вам нужно, чтобы отношения были возобновлены, вот то, для чего вам это нужно, является той потребностью, которую вы выражаете вот таким способом. Через сообщение, через, ну, какую-то жертвенность и так далее, вот. В этом скрыта злость, вот, ну, вы говорите даже пофигу, сделала, что хотела, то это, что предполагается, ну, что вы себя подавляли до этого. Предполагается, что вы, как-то, вот, себя сдерживали, вероятно, вероятно. И, собственно, это, вот, и привело, как-то, к тому, что вы написали это сообщение, потому что говорить о своих чувствах вы не можете выражать свое непринятие чего-то адекватно, конструктивно, да. Скорее всего не можете тоже. А замечать, какие эмоциональные реакции у вас появляются на те или иные события, происшествия и так далее, ну, вероятно, не можете тоже. Понимаете, да? Вот та сторона, которая говорит, да ей пофиг, пусть думает, что хочет, это сторона ваша. То есть я сделала то, что хотела, это я. И я могу поступать неправильно. Я могу поступать, ну, типа, не так, как одобряют, там, например, мужчина. То есть это сторона ваша, которая говорит, пусть думает, что хочет. А наша сторона это более, так сказать, конструктивно, но ее нужно учиться выражать, реализовывать, не только в таких, вот скажем, экстремальных ситуациях, когда, ну, нас, условно говоря, приперло. А делать это на постоянной основе, да, тогда, когда вам хочется. Что касается совести и что касается стыда, то здесь история, на мой взгляд, заключается в следующем. А оскорбляя человека, да, как там, унижая его, вы, конечно, выражаете свои чувства. Например, чувства, там, ну, вот, претензии вы выражаете, да, какое-то недовольство, обиду, может быть, если у вас, если у вас есть такое. Вот. Только далеко не всегда человеку хочется, на мой взгляд, обижать и принижать, и действительно оскорблять человека, человека, к которому обращено его выражение, вот, далеко не всегда, на мой взгляд, этого хочется делать, далеко не всегда это хочется делать. Вот. И часто бывает, часто бывает так, что человек просто хочет выразить свои негативные эмоции. То я злюсь, что мне не нравится что-то, что я не хочу, там, не хочу сейчас, там, не знаю, с тобой быть, там, и так далее, и так далее. Вот. Но кроме как в претензии, кроме как в оскорблении, особенно, если человек не уверен в основаниях, в основаниях для таких чувств и привык их подавлять, больше нет. Поэтому я думаю, я думаю, что вы корите себя и испытываете стыд по нескольким причинам. Во-первых, вы, может быть, вероятно, не хотели человека оскорблять, а просто хотели выразить ему свои негативные чувства, но как это сделать, вы не знали. И второй момент заключается в том, что вы, в принципе, подавляете свои импульсы, вот, подавляете свои реакции, вот, психоэмоциональные реакции подавляют. Ну, может быть, может быть, считаю, что они как-то недостойны того, чтобы, вот, их выразить, просто не привыкли. Значит, дело в том, что, когда человек говорит о чём-то, что ему важно, то есть, когда человек говорит о чём-то, что, ну, вот, как-то, да, для него, ну, ценно, ценно, скажем так. Вот, когда человек об этом говорит, он, человек, всегда, вот, ну, практически всегда, практически всегда чувствует, ну, вот, понимаете, такую неловкость, неловкость такой человек всегда чувствует. Вот, понимаете, вот, и ваша история, на мой взгляд, это история про то, что переживание какой-то важности, переживание какой-то, ну, вот, ценности, того, что вы чувствуете, того, что вы хотите. Вы привыкли рассматривать, привыкли рассматривать и привыкли видеть это, на мой взгляд. Только, только, вот, как что-то отрицательно. Вот, то есть, если мне неловко, значит, я делаю что-то не так. Ну, чувство неловкости, важности, какой-то уязвимости, может быть, ну, действительно присутствует, действительно. Действительно, эти чувства есть, это правда, вот, но можно ли говорить о том, что это всегда про, что это стыдно? Нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно, конечно, нельзя. Но вы привыкли видеть, видеть это так. И я думаю, отсюда, ну, происходит то, что вы себя раскикорите. Вот, естественно, это не единственная причина. Вот. Естественно, это не единственная причина. И причин могут, ну, может быть, еще побольше. Вот. То есть, у вас могут запускаться механизмы, Ага. Ну, привычка. Вот. То, как вы привыкли, ну, реагировать на те ситуации, когда вы выражаете свои чувства. Например. Вот. То есть, тут такой момент тоже может быть. И, конечно же, очень важно еще сказать следующее. Что, естественно, психологи вам не будут говорить о том, какие чувства испытывают они. Потому что, ну, все люди разные и разные испытывают чувства. Кто-то, кто-то, кто-то злится, кто-то радуется. Кто-то, у кого-то, ага, там, не знаю, появляется надежда на, ну, на отношения, да. Вот. На то, что, ну, мощно-можно будет возобновить отношения. Вот. И так далее. То есть, тут все очень индивидуально в этом смысле. Вот. Поэтому я не думаю, что вам как-то нужно, чтобы кто-то рассказывал о своих чувствах. Вот. Я думаю, что вам нужно поработать со своими чувствами. Вот. Что касается второй части вашего текста, то здесь я думаю, что вы человек достаточно травмированный. Вот. И я думаю, что много травм, много боли, вот, у вас было. И все это осталось, все это не выражено до сих пор, вот, вами. Поэтому задача заключается в том, чтобы, вот, помочь вам это сделать, прожить, помочь, помочь выразить, помочь увидеть в этом как конструктивные какие-то русла. Да. Так и вредные. То есть, что-то полезное, что-то вредное увидеть для вас. Ну, негативное. Вот. А, и очень важный момент заключается в том, что в фантазиях, которые вы себе, ну, сделали, в фантазиях, всегда присутствует элемент того, что вам хочется. То есть фантазии как бы отражают, отражают то, что вы хотите. Вот. И очень важно эти фантазии, как мне кажется, поисследовать для того, чтобы вы смогли увидеть, что в них является, ну, вот, вашими потребностями, скажем так. Вот. И если вы это сделаете, да, вот, ну, вы сможете в своей фантазии воплотить в реальность. По сути. По сути. По сути. Вот. И вам не нужно будет, ну, бегать от них. Бегать от них. Бегать от них. Бороться с ними. В то же время, в то же время, реальный мир, который, от которого вы убегаете, мои фантазии. А так же вас чем-то пугают. Ну, в смысле, вот он так же вас чем-то напрягает, он так же вас чем-то, чем-то углядает, может быть. Вот. И задача заключается в том, чтобы увидеть эту историю, чем вас пугает реальный мир. Вот. Ну, я бы не сказал, что прямо вот всегда это просто. Я бы не сказал, что всегда ответ лежит на какой-то поверхности. Вот. Я бы так не сказал, это было бы неправильно. Вот. То, что было бы, наверное, ну, обманом в какой-то степени вас. Вот. Поэтому так говорить я не буду. Ну, проводить работу в определенном ключе, вот в этом направлении, ну, в принципе, возможно. Вот. А если есть, ну, такое желание, опять же, вот, и это тоже корректируется, и тоже вы для себя видите некоторые изменения, прирост и так далее. Вот. Поэтому в целом, в целом, в целом, в целом, сейчас, ваша история – это просто про непонимание своих чувств, вот. Непонимание, ну, потребностей своих, вот. И обращение с ними, вот, взаимодействие с ними, если хотите, вот так вот, как вы умеете. Вот. Вы демонстрируете незнание себя самой очень сильно. Вот. Вы говорите о том, что я думаю о мужчине, вспоминаю о нем, вспоминаю о нем и так далее. Что ж. Хорошо. Если вы думаете о мужчине и вспоминаете о нем. Ладно. Можно тогда спросить. А что именно вы о нем думаете и что именно вы о нем вспоминаете? Чего именно вы хотите от него. То есть, если у вас, вот, такие мысли, потому что, ну, если вы думаете о человеке, да, если вы, вот, как-то, ну, хотите, там, с человеком. Например, быть. Да. Вот. У этого есть, как правило, какой-то вектор. Всегда. Вот. И, проблема, наверное, заключается в том, что я этот вектор не вижу. И не уверен, что вы его видите. Вот. То есть, здесь идея в том, ну, вот, будете вы с мужчиной, да. Вот. Будете вы с мужчиной. И что дальше? Как вы будете себя чувствовать с, эм, ну, вот, с мужчиной? Как вы будете себя ощущать с ним? Вот. И на что направлены ваши желания в этом контексте? Вот на эти все вещи вам нужно постараться увидеть ответы. Да? Вот. Таким образом, вы, конечно же, рассредоточитесь, на мой взгляд. Вы рассредоточитесь на направлении своей психической энергии. Вот. Просто, ну, просто рассредоточите ее. Вот. Перенаправиться, как бы, на другое. В данном, ну, в данном случае, на то, о чем я говорю. И проблема будет потихонечку выравниваться. Вот. Вот, пожалуй, ну, как-то так, какой-то вот такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. А что, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу и сформулировать базовые постулапы для психотерапии. Всего самого доброго. Спасибо.